Из истории великих научных открытий. В современном международном аэропорту в день садится и взлетает до тысячи самолетов. Только благодаря радарам можно избежать хаоса и обеспечить порядок. Роберт Уотсон-Ватт и радар. На заре авиации пилоты могли полагаться только на себя. Они летали по визуальным ориентирам. Даже в мирное время это было плохо. А во время войны тем более, потому что аэроплан приобретал все более важную роль в военных действиях. И тем не менее, еще не было ни приборов для ориентировки при плохой видимости, ни системы раннего предупреждения. Приходилось обходиться биноклями и акустическими антеннами, чтобы следить за приближающимся самолетом. Радары используют те же электромагнитные волны, что и радио. К 30-м годам мощные радиостанции передавали сообщения по всему миру. У большинства кораблей было радиооборудование. Радиосигналы использовались для передачи информации. Но никто не обращал внимания на то, что электромагнитные волны отражаются от предметов. Радио прочно вошло во многие дома, предлагая слушателям как новости, так и развлечения. Основы для развития радара были заложены в конце 19-го века немецким физиком Генрихом Герцем. Герц доказал, что электромагнитные волны имеют те же характеристики, что световые, и тоже могут отражаться. В 1904 году немецкий инженер Кристиан Хюльсмайер изобрел телемобилоскоп, прибор, который мог принимать отраженное радиоэхо. Эхо звонило в колокольчик. Хотя Хюльсмайер получил патент на изобретение, промышленность не проявила интереса к прибору. И он был забыт. Целью всех радиоинженеров, особенно Гульельма Маркони, было вывести беспроволочный телеграф на новую ступень. В 1901 году Маркони передал радиосигнал через Атлантику. Позже он создал всемирную сеть радиостанций. К 30-м годам радиоинженеры так продвинулись в своих исследованиях, что снова возникла мысль использовать радиоэхо для обнаружения самолетов и кораблей. Шокированные политическим переворотом в Германии и военными приготовлениями Гитлера, британское командование знало, что в случае войны ему почти нечего противопоставить немецкой авиации. Как же защитить Британию от воздушных налетов? В 1935 году правительство взялось за создание системы воздушной обороны на научной основе. Комитет во главе с Генри Тизардом обратился к Роберту Отсону в Ату. Раньше он ставил опыты, направленные на обнаружение туч и электрических потоков в ионосфере с помощью радиоимпульсов. Правительство хотело использовать радиоволны как оружие. Пресса печатала слухи о лучах смерти. Но вскоре расчеты коллеги Отсона Ватта, Арнольда Уилкинса, разбили эти надежды. Однако в своем докладе Отсон Ватт и Уилкинс отметили, что с помощью радиоэхо можно вовремя заметить приближение вражеского самолета. Британское министерство обороны сразу же выделило деньги. И всего через 13 дней, 25 февраля 1935 года, состоялся первый опыт с радаром. Для него использовали передатчик BBC в Дейвентри. Накануне эксперимента на нем установили временную антенну для передачи. Оборудование для приема смонтировали в фургоне. На следующее утро Отсон Ватт с коллегами прибыл в назначенный час. Хорошо, годится. Подойдите сюда. У них было мало времени для отладки антенны, так как бомбардировщик, который должен был отразить радиолуч, был уже на подлете. Все в порядке? Напряжение достигло пика. Отобразит ли приемник эхо-радиосигнала, когда самолет пересечет луч передатчика? Все получилось. Так родился радар. Индикатор приемника состоял из катодного осциллографа, способного принимать самый слабый сигнал. Посредником выступали обычные 50-метровые радиоволны, передаваемые радиостанцией BBC. Когда бомбардировщик влетел в луч передатчика, радиоволны отразились от него и были зарегистрированы приемником. После первого удачного опыта в Дейвин-3 следующую систему создали на основе импульсного радара. Вместо постоянного луча он передавал сверхкороткие радиоимпульсы. В момент передачи сигнала электронный луч катодной трубки движется по экрану в виде светящейся точки. Когда принимается эхо, луч показывает вертикальное отклонение. Можно точно измерить время между передачей и приемом сигнала. Поскольку электромагнитные волны передвигаются со скоростью света, на основе этого времени можно вычислить расстояние, пройденное отраженным сигналом. Имея правильную шкалу, можно точно считывать расстояние. Быстрая последовательность импульсов дает постоянный поток информации о расстоянии до цели, если она не вышла из сектора радара. Тем временем Германия в открытую говорила о войне. В сентябре 1939 года немецкие войска вошли в Польшу. В том же году бомбардировщики со свастикой на борту направились к Британии. Сеть радаров на побережье Британии была почти завершена. Новая система показывала не только тип самолета, появившегося в зоне ее действия, но и расстояние до него, высоту и направление. Информация поступала в так называемые комнаты и фильтрации, где принималось решение о контрмерах. Благодаря радарам в ходе войны Британия все успешнее отвечала на атаки немецких самолетов и подводных лодок. Создание магнетрона сделало Британию лидером в области радарной технологии. Новая улучшенная катодная трубка испускала высокоэнергетические импульсы на ультракоротких волнах. Она позволила строить компактные и эффективные радары. Установленный на самолетах радар с помощью сфокусированного вращающегося луча показывал как другие самолеты, так и города, и ландшафты, над которыми пролетал аэроплан. Навигация ночью и при плохой видимости уже не была проблемой. Принципы радара остались неизменными с 45-го года. Самым важным мирным применением радара по-прежнему остается контроль над воздушным пространством. Увеличение воздушного трафика требует пристально следить за всеми передвижениями в небе. В результате усовершенствования отдельных частей и современных способов обработки данных можно точно следовать расписанию полетов, невзирая на погоду и время суток. Современное визуальное оборудование внесло новое измерение в работу авиадиспетчеров. При необходимости они могут оценить ситуацию над аэропортом с точки зрения пилота. В военной сфере гонка вооружений также привела к усовершенствованию радаров. Мобильное радарное оборудование, находящееся в состоянии трехминутной готовности, неотъемлемая часть оборонной системы. То же относится к общему наблюдению за большими районами с воздушных радарных станций АВАКС. Самолеты АВАКС нашпигованы современной электроникой и собирают данные для разведки и развертывания систем ответного удара. Все более совершенные военные технологии требуют более совершенных ответных мер. Благодаря особой форме американские бомбардировщики «Стелс» рассеивают радиосигнал, становясь невидимыми для радаров. А для водителей невидимыми остаются полицейские радары, замеряющие скорость. Полицейский радар основан на особым электромагнитном явлении — эффекте Доплера. В отличие от неподвижной цели, когда цель движется к передатчику или от него, длина отраженного сигнала меняется в соответствии с ее скоростью. Поскольку известна длина волны передаваемого сигнала, можно вычислить скорость цели, исходя из этих изменений. Спутники наблюдения на околоземной орбите действуют на другом уровне. Кроме стратегических задач, они помогают в исследованиях климата и окружающей среды. Эти радарные снимки нефтяного пятна сделаны спутником ИРС-1. С каждым импульсом он фиксирует район площадью 10 тысяч квадратных километров. Спутник передает изображение высокого разрешения днем и ночью, сквозь облака и туман. ИРС-1 облетает Землю за 100 часов. За 35 дней он обследует всю планету. Данные спутника можно использовать по-разному. Например, сведения об образовании льдов помогают капитанам найти проход через Северный Ледовитый океан из Европы в Азию. Информация передается по факсу прямо на Капитанский мостик. Данные со спутника позволяют увидеть вырубленные участки леса в Амазонии даже через плотный покров облаков. ИРС-1 передает на Землю огромное количество данных. 105 мегабит информации в секунду. Это соответствует 5600 страницам. Специальные центры обрабатывают этот поток информации с помощью сверхсовременных компьютеров. Радары снабжают нас информацией, которая позволяет лучше разобраться в климатических условиях нашей планеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова